Российский агент Андрей Макаревич записал видео, он не согласен, что у него в России есть 70 объектов недвижимости. Обратился к Виталию Бородину, руководителю фонда по безопасности и борьбе с коррупцией, и заявил, что если тот что-то найдет, пусть забирает. Если найдете хоть один, дарю, ваш, вы бы взялись об руки как-то. Неудобно. Некоторые в комментариях удивлены такой щедростью Макаревича, считают, что Бородин сейчас точно обогатится, будет уже у него много объектов недвижимости, но все-таки люди в основном считают, что недвижимость у Макаревича есть, но вполне возможно оформлена на третьих лиц. Чудо расчудесное. Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией. Некто господин Бородин заявил, что у меня оказывается по России 70 объектов недвижимости, и с каждым я получаю бешеные деньги. На третьих лиц недвижимость оформлена, забрать ее будет непросто, но сам факт, что Макаревич прокомментировал, говорит о том, что действительно он читает, что о нем пишут, и смотрит ему не все равно. Если найдете хоть один, дарю. Говорил, скучает по российским рекам, по природе, рыбалке, вполне возможно, у них продумают отступные пути, чтобы вернуться. Виталий же Бородин, когда делал заявление о том, что у Макаревича 70 объектов недвижимости в России, с которых тот зарабатывает, он не сослался, откуда вообще эта информация. Поэтому теперь действительно ждем, что скажет сам Бородин. С творчеством, с работой этого человека давно знаком. Еще когда была Ивлеевская вечеринка, он был очень неравнодушен, хотел отменить, затмить Киркорова, позже Ани Лорак, когда Тацак ездила в украинский госпиталь, но не удалось. И та на плаву, и тот. Некоторые считают, что если даже Бородин знает, что у Макаревича есть недвижимость, то вполне возможно, не хватит рычагов, чтобы ее отнять. Ну, кстати, на смелого заявления Макаревича, как по мне, вполне возможно, на нем-то ничего и не записано. Быть может, на сыне, еще на каких-то людях, да, например, на бывших женах, на любовницах. Конечно, любопытная ситуация. Будем смотреть, как она будет развиваться, и какие будут новости дальше. Конечно же, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь вместе, обсуждаем самые яркие темы, в комментариях пытаемся найти истину. Спасибо же со мной, с вами Жан Содель. До встречи, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова